Доброе всем утро. Наше утро начинается у курочек. Мы их сейчас покормили. Вот она забота какая. Посмотрите. Вот он хозяин. Терпит до последнего. Куры кушают, а он все обход делает. Постелила им с утра свежую соломку, чтобы было где отдохнуть и поработать ногами. Сегодня очень сильно мороз. Было ночью минус 18. Пока они на улицу не пойдут. Видите, как они поедают овес. Добавочно дала комбикорм с утра, потому что сейчас морозы у нас сильные. И чтобы куры не сбросили яйценоской, я им дала добавочный комбикорм. Это вот два ведерочка с пророщенным зерном. Это вот овес. Посмотрите, какой он мягкий. Вот. Я могу даже зерно раздавить. Вот насколько курам будет легко его скушать. Вот. Позавтракали. Сейчас работа закипит. Куры начинают садиться на гнезда. Очень голодный желудок сядет. Каждое утро и вечер я подсыпаю сено, чтобы было посуше, почище. Ну и курочкам приятнее. И они тут могут себе найти какую-то травку сухую, какие-то зернышки. А потом этот толстый слой подстилки с пометом мы используем. Сейчас я вам покажу, как мы его используем. Это у нас два компостника. Один закладывался прошлой осенью. Этот старший. Два года назад. Здесь уже все перепрело. Получился хороший перегной. И мы будем использовать по назначению. Вот они. Разделены между собой старыми батареями. По форме они буквы П. Видите, никуда ничего не вываливается. Все на месте. Перепревшим у нас пойдет уже этой весной под растение. Если у вас много, можете использовать на весь огород. Если мало, то в теплицу. У кого она есть. У нас есть вот такая теплица, где я выращиваю овощи. Клубнику раннюю. Вы можете посмотреть у меня на канале в плейлистах. А вот у меня есть средняя грядка. Грядка у меня высокая. Это я вам просто подсказываю, куда можно использовать. Сделаем подстилку. У хорошего хозяина ничего не должно пропадать. Мы отсюда убираем прошлогоднюю землю в сторону. И на дно укладываем толстый слой подстилки из курятника. Получается у нас отличная теплая подушка. Сверху землю сперегнуем. И выращиваем ранние огурцы. Грядка греет. Огурцам тепло. Ногам тепло. И у нас в конце апреля, в начале мая, как позволит погода, ранние огурчики. Еще хочу вам показать, как поживают мои червячки. Для кого-то это может быть будет интересно. Раньше я держала очень много таких сосудов с дождевыми червяками. И сейчас пришло время вам показать. Вот. Вы помните? В прошлом видео, когда я их заселяла, я вам показывала этих маленьких малышей. Это уже половозрелый дождевой червяк. Огромный по размеру. Наверняка здесь есть уже личинки маленькие. Но они есть. Вот они, смотрите. Видите? Это новорожденные дождевые червячки. Посмотрите, какая переработанная заварка. Вот мои трудяшки. Вот их сколько. А это вот мелкие, мелкие. Смотрите. Мелкие, мелкие точки. Это вот яйцо. Которое со временем разовьется. И из них вылупятся. Вот такие дождевые червячки. Вот видите, сколько их. Это ничего страшного. Я стараюсь, конечно, к ним не лазить. Но сейчас вот аккуратно заодно перемешаю землю. Опущу заварку пониже. Вот они, какие большие красавцы. Удирает. Живой. Видите? Как ему здесь неплохо. Ну вот, в прошлом году у меня было много таких тазиков. И я подкармливала даже своих кур. Кормежка не сложная. Содержание не сложное. Абсолютно нет никакого запаха. Вот смотрите. Сейчас я возьму поудобнее. Вот оно. Вот оно уже. Скоро будет рождение. Малыша. Видите, какое большое яйцо? Вот из такого яйца скоро появится на свет маленький дождевой червячок. Кто захочет накормить свою птицу, пожалуйста, перенимайте опыт. У меня есть видео, как я заселяла. Вообще, конечно, черви дождевые полезная вещь. А любителям рыбалки, посмотрите, живой, упитанный, шикарный червяк. Вот так. И живем. Мои маленькие. Ну все. Потревожила вас. Все возвращаю на место. Сейчас они. Вот их сколько. Сейчас они успокоятся. И пойдут на дно. Это вот яйцо, которое мы собрали вчера вечером. Хочу вам показать, изменился ли вес яйца при кормлении замоченным овсом. Вот такое яйцо. Ну вот по весу. Думаю, не маленькое. Но весы у нас, конечно, с большой погрешностью. Я не могу сказать до граммочки. Но я думаю, не 60, а даже здесь 70 грамм в этом яйце. Потому что весы на 10 килограмм. Нет у меня маленьких весов. Вот еще одно яйцо. Такое же, 70 грамм даже. Подробное видео по проращиванию зерна я готовлю. Скоро оно будет. Я вам все подробно расскажу. По количеству яйца я даже вижу, что здесь больше 30. На вашей компостной куче можно весной, летом добывать очень много червяков. Навозных червяков. Рассуждаю с вами о кормлении кур. Заодно проверяю состояние своей клубники, зимующей в теплице. Вот свободное время от кормления кур я занимаюсь выращиванием ранних овощей. И в данном случае клубники. Это дает неплохое подспорье для сельского жителя.